Всем привет, с вами Голодный, и мы наконец-то продолжаем играть Silent Hill. Итак, мы остановились на том, что мы опять попали в кошмар. Вот так теперь выглядит наш антикварный магазинчик. На полу знак Самоэля, кругом трупы в рясах, окутанные колючей проволокой. Нам нужно добраться до Лизы, так как она может знать, как попасть к озеру. Но не все так просто. Да, теперь, мало того что, кошмар стал не такой локален, как обычно. Теперь весь город погрузился в кошмар. Кругом монстры, ночь, и я, черт побери, не знаю, куда бежать. Провал. Мы вышли из зеленого льва. И нам нужно направляться... Да, именно сюда. Торговый центр. Сибил сказала, что, возможно, видела Шерил, которая направилась к озеру. Но дорога к озеру перекрыта провалом. И нам нужно как-то этот провал пересечь. Как-то странно, тихо здесь. Папочка, помоги мне. Шерил. 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 Звоночек. Звоночек. Вдалеке что-то виднеется. Ну, давайте сначала забежим в магазинчик. Да, карты торгового центра у меня нет. Но она, в принципе, нам и не понадобится, так как этот торговый центр не такой уж и запутанный. Так, что у нас здесь? Так, аптечка лежит на той стороне. Здесь можно сохраниться. Ювелирная. Да, ювелирный магазин. Замок заклинило. Аптечка. И самое важное, это... Две пачки патронов к пока еще неизвестному для нас оружию. Винтовочные патроны. Так, здесь, по-моему, больше ничего. Все украшения, похоже, разграбили. Что там такое? А, мы видим труп, который поедает личинки. Внезапно. Да. И это босс. Червь. Так, нужно вооружиться чем-нибудь потяжелее. Например, дробовиком. Но в этой комнате лежит еще одно оружие. Так, давайте сразу полячемся. Потому что я чувствую, что мы уже плохо. Так. Надо взять. Охотничье ружье. Но пока тратить мы его не будем. Оно нам еще пригодится. Эту личинку можно завалить и без ружья. Главное, не стоять на одном месте. Она появляется из песка и атакует вперед своей слизью. Очень быстро прячется и попасть проблематично. Обычно она сзади вылазит. Вот она. Ну давай, Гарри, что ты так нерасторопно стреляешь. Ах. Да, только одну пулю я успеваю попасть. Ну, а тут смертельная серия. Пинай! Пинай ее! Ну что ж ты, Гарри не добил? Ну да ладно. Она помогает нам выбраться отсюда. Так, здесь больше ничего нет. Все неплохо и мы можем бежать дальше. Так, давайте глянем карту. Так, мы прошли сквозь торговый центр. Вышли с заднего хода. И теперь нам нужно добраться в госпиталь Алхимиллы. Да, пробежка будет достаточно длительной. Так, здесь у нас, я думаю, провал нет. Кругом крутятся какие-то страшные ржавые ветряки. Здесь у нас провал. Да, главное бежать и не останавливаться. Самое важное. Здесь будет огромное количество монстров и биться с ними нет никакого смысла. Нет, не хватит ни аптечек, ни патронов. Так, главное не воткнуться в какой-нибудь тупик. Так, дайте гляну карту. Да, я все правильно двигаюсь. Мне нужно добежать до улицы Крайтона. Но можно еще раз заглянуть в полицейский участок. Да, я слышу огромное количество приближающихся крыльев. Черт, это не он. Палис. Фух, небольшая передышка. Здесь все так же, все закрыто, но появились патроны. Винтовочные и... Для пистолета. Здесь даже нельзя зайти в кабинет детектива. Нам можно еще раз сохраниться. Участок. Лиза, я иду к тебе. Здоровые насильники. Монстры из кошмарных снов. Маленькой девочке. Если приглядеться, то это... То монстры в кошмаре отличаются от тех монстров... Которых мы выйдем в обычном... Туманном саунхиле. Фух. Я успел. Так, здесь у нас... Все по-старому. Все заклинило. Гарри. Рад, что с тобой все в порядке. Слава богу, ты вернулся. Мне тут так страшно одной. Теперь я здесь с тобой. Я тоже беспокоился. Я действительно рад тебя видеть. Лиза, ты можешь мне сказать, как добраться до озера? До озера? По улице Бахмана? Дорога же перегорожена. Ну, это единственный путь туда. Ты уверена? Должен же быть другой путь. Постой, я кое-что вспомнила. Что? Возле моей старой начальной школы есть водопроводная станция. Она уже много лет как заброшена. Но там есть подземный туннель для техосмотра стоков или чего-то такого. Помню, я слышала, что он идет до самого озера. Правда? Ты думаешь, я могу оттуда добраться до озера? Я сама там никогда не была, так что я не уверена. Кроме того, станция обнесена оградой от посторонних. Если есть шанс, я попробую. Гарри, не уходи! Я не хочу остаться одна. Тут так страшно, и я этого не перенесу. Почему бы не пойти со мной? Эта комната тоже не самое безопасное место в мире. Ничего не могу тебе обещать наверняка, но я сделаю все, что смогу, чтобы защитить тебя. Нет, я чувствую, что мне нельзя отсюда уходить. О, Гарри, мне так страшно. Мне холодно. Ладно, просто подожди здесь, еще недолго. Я вернусь, как только найду дочку. Гарри! Ну что ж, нам нужно возвращаться к школе Мидвич. Да, предстоит далекий путь туда. Как ни странно, но собаки пропали. Да, пожалуй, пора ставить охотничье ружье. Кое-что изменилось. Мне не дают уйти ни вправо, ни влево. Все перекрыто, и нас ведут на почту. Почта России. Да, кажется, наша гусеница мутировала в мотылька. Очень противный босс. Очень мощный босс. На харде он становится еще противней. Без ружья тут очень проблематично. Так, кажется, я мажу. Прыгает он спешно. Как может ниже спуститься? Ух ты! Тихо, Гарри, дай-ка... Я в кнопках запутался. Зачем фонарь? Ты так-то не очень хорошо попадаешь. Да похуй, вали ее! Да. Лучше, наверное, надо было все-таки сверху ее бить. Так, главное следить за здоровьем, потому что на харде здоровье кончается очень быстро. Тихо, она уже сзади. Блин, что такая шустрая? Ну, настаивайся хоть на секундочку. Блин! Твою мать! Сколько там в тебя можно стрелять-то? Это при том, что у меня самое мощное оружие. Получать, тля! Блин! Стоять! Ты хочешь забрать у меня все аптечки, блин? Давай, дохни! Черт! Патроны кончились. Нет. Музыка начинает меняться, это значит, что ее же херовато. Все? Все? Нет? Что это? Как ты попала-то? Гарри, прицельцы. Оу, патроны кончились. Теперь все. Наконец. Ох. Сволочь. Ставим пистолет, что делать? Будем добивать пистолета. Разработчики, наверное, посчитали, что эта музыка не настолько страшна, надо сделать ее еще страшнее. Так, давайте съедим ампулу, она поможет нам дольше оставаться в здравии. Ну, наконец-то. Чертов мотылек. Да, не ожидал я, что на Харри он будет настолько силен. Все патроны от ружья сожрал, случай. И так, нам нужно возвращаться в другую часть города. Так, в старый Сайлент-Хилл. Старый добрый Сайлент-Хилл. Ага. Уже кто-то... Кто-то где-то... Кстати, я, по-моему, в прошлый раз не обследовал, что здесь на этой стороне. Или обследовал? Ну, ладно. Побежали. А, вот. Будь-ка. Лечебная настойка. Это должна быть канализация, о которой говорила Лиза. Гарри нам сэкономил достаточно много времени. Показал, куда нам нужно. Закрыто. Хм... Замок совсем проржавел. Думаю, если по нему как следует ударить, он сломается. Окей. Итак, давай чем-нибудь вдарим. С веселым скрипом открылась дверь. И нам нужно лезть... Ах, сточные трубы, мать его. Да. Сточные трубы, это, по-моему, одна из самых отвратительных частей... ...это игры. Причем изначально даже нет никакой нахрен карты. Так, а чем бы нам вооружиться-то? Пожалуй, возьмем хотя бы пистолет, потому что... ...все остальное у нас уже практически закончилось. И нам придется здесь лучше... Так, я кого-то уже слышу, по-моему. Лучше бежать. Бежать, бежать и держаться, насколько я помню, левой стороны. Бежать по левой стороне. А, здесь новый тип противников. Стойте! Не убивайте, не губите! Кружили. Они очень быстрые и... Лучше бежать. Ну, ребят, лучше бежать. Чей-то умирающий... ...стоны. Так, похоже, что здесь тупик. Или нет? Нет. О! Схрон! Лечебная настойка. Патроны. Еще чуть-чуть патронов. Гарри, прыгай на лодку нахрен. Плыви отсюда. Блин, они что, все еще за мной бегут? Как же так-то? Вот какие навязчивые монстры. Так, так, так. Главное не сбиться с маршрута. Черт, тупик. Так, я правильно бегу? Я не знаю. По-моему, я уже... Так, С2. По-моему, я уже заблудился. Или нет? Не, мне еще хорошо. Так, судя по тому, что я дошел до двери, значит, я правильно двигаюсь. Так, что это у нас тут? Похоже на очистные. Звуки просто радуют. И карта, мать вашу, она, помню, она тут где-то должна быть. Может, я ее... А, вот она. Фух. Это карта канализации старый город, курортная зона. Ага, взять ее. У-ху! Так, ладно, сохранимся. Канализация. Так, ключи. Ключ от канализации. Давайте почитаем. Ключ от канализации. На этот ключ закрываются двери в канализации. Отличное описание ключа. Хотя, чего можно было еще от него ожидать? Так, кстати, давайте разглядим поближе наше охотничье ружье. Винтовка для охоты на крупного зверя. Боезапас, шесть патронов. Кип аут. Так, давайте глянем карту. Так, лестница слева. Это оттуда я стартанул. Ох, и нам нужно на лестницу, которая внизу. В принципе. Опять же, если держаться левой стороны, то мы вроде как должны до туда без проблем добраться. Открыто. Ах ты. Сзади. Нахер, бежим отсюда. А, тупик, тупик, тупик. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Твою мать. Так, похоже, здесь надо бежать змейкой. Я понял конструкцию этой канализации. Твою мать, он меня зажал. Сволочек. Уйдет мне. Не пытается меня зажать. Черт, это тупик. Кажется, я никуда убежал. Сдохните. Безнадега. Мне нужно вернуться в самое начало. Откуда я пришел? Так, это сюда. Блин, твою мать. Уйди отсюда. Нечистотный. Так, блин. Извините. Ай. Да японский бог. Сколько у вас здесь? Наконец-то. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну, тараканов еще мне не хватало. Все, нахер валим отсюда. Подожди. Там еще один проходит. Все-таки я посмотрю, что с той стороны. А, точно. Течка. Течка нам пригодится. Все-таки тараканы не такие уж страшные, как те слизняки. Ну, мы думали, это конец. Нет. Нет, это только, твою мать, начало. Начало этого ужаса канализационного. Так, ладно, аптечками снабдили. Да, у кого-то там несварение желудка, похоже. Судя по этим звукам. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. О, камера. Я вижу сверху троих уродов. Вы их тоже видите? Я их вижу. Вон они наверху. Так, как бы мне так обижать. Отбежать это все дело. Бежим. Не знаю, куда. Налево, направо. Так, дайте карту посмотреть. Куда я повернул? Так. Ага. Ну, надеюсь, я правильно повернул. Они бегут со мной. Таракан. Да поверните в эту чертову камеру. О. Патроны. Патроны. Дайте патроны. Что, надо было просто выключить свет и бежать в темноте. Так было бы, возможно, проще. Так, где мы? Патроны. Ага. Ну, вроде все понятно. Лестница слева. Закрыто. Ну да, это было бы слишком просто. Так как еще добрая половина этой чертовой канализации не исследована. Конечно же, тут закрыто. Так, что у нас со здоровьем? Все хорошо. Побежали. Тараканы? Я нафиг, бегу быстрее. Не хочу даже разглядывать, что здесь вообще происходит. Ты сколько еще бежать? Еще одна дверь. Фух, я уже запыхался. Не включайте только этот Эмбиент Камера поменялась Кровавая баня Да, ну конечно же ключ в самом конце Как вы думаете, что сейчас будет? Ключ от выхода из канализации Сейчас будет полный трендец Весь путь назад Будет сейчас Тупо бежать Да, бежать придется Убегай всех этих тварей Которые сейчас будут Просто толпами Так Так, слева, справа, справа, слева Keep out Поверни, мать твою Черт, перископ Что это? Пф Раз, два, три, четыре, пять И я успел вас наехать Обмануть Сейф Окей Сейф Канализация Фух Вот мы Прошли эту неприятную часть Игры Ох Здесь немножечко поспокойнее будет Так что у нас здесь в руинах этого дома Так Куча патронов Птичек Так И здесь у нас карта Information Это карта курортной зоны Давайте посмотрим Вот как раз улица Бахмана Мы пересекли провал Который был сверху В старом В старом Сайлент Хиле И Прошли в курортную зону Курортная зона Не такая уж и большая Здесь у нас находится Озеро Талука Маяк Нам как раз нужно Направляться к озеру Но С этой части игры Начинается интересность И того что здесь появляются Необязательные Так сказать Задания Которые будут влиять На концовку игры Всего в игре 5 концовок 4 из них Так сказать Обычные И одна из них Секретная И Можно сказать Такая Стебная Но Из всех 5 Одна из них Только является Канонической Которая Потом Ведет к продолжению В третьей части Сайлент Хилла И Я именно на нее И буду проходить Но Как обычно Так же как и в случае С Дарк Соулс Я покажу вам Все концовки И Скажу Какой в них смысл И как их вообще открыть Так Первым делом При тем как идти к озеру Нам нужно Исследовать Три объекта Это бар Вон то здание Под названием Индейский бегун И мотель Да Разрешение конечно ужасное Очень трудно здесь Вообще что-то разглядеть Но в первую очередь Нам нужно Попасть В ближайшее здание Это бар Энни Давайте попробуем Вот эти подгрузки В ночи Да Мне кстати Димка Который раз напоминает Чтоб я рассказал Почему В Сайлент Хилле Такой плотный туман И такая плотная ночь Все дело в том Что Эта игра вышла На первой Плейстейшн И У нее очень Была Слабая производительность Так ладно Потом С вами все в порядке Да Кажется Помял он меня Думал здесь и помру Ну и как Нашли выход из города Нет Пока нет А вы Все глухо Но сдаваться еще рано Это безумие Не может продолжаться Вечно Военная спасательная Экспедиция Должна прибыть Сюда с минуты на минуту Если они Порвутся в город Мы спасены Надеюсь Пойду я лучше Не время нам тут торчать Триндеть попусту Вы знаете девочку По имени Олеса Нет Ты наглый врун Мистер Кауфман Олеса Он спросил про Олесу Это та самая Девочка Фотографию Которую мы видели В больнице В секретной палате Доктор Кауфман Он явно должен знать И так как он не был Наверняка Не последним человеком В госпитале Алхимилы И так Про производительность Плейстейшн 1 И Для того чтобы Обрабатывать Такую 3D город Для первой Плейстейшн Это было невозможно С ее слабыми ресурсами Поэтому Решили Пойти на хитрость И Сделали вот такой Плотный туман И за туманом Сделали постоянную Подгрузку текстур Но после того Как Санхимилс не изыскал Большую популярность Такой плотный туман Стал Можно сказать Основной фишкой Этой серии Кауфман Кажется что-то обронил Это должно быть Обронил Кауфман Чего тут Только нет Я нашел ключ Кауфмана Я нашел чек Давайте все это дело Рассмотрим На ярлычке Цифра 3 Этот ключ Судя по всему Обронил Кауфман Цифра 3 Чек из универсального Магазина Его судя по всему Обронил Кауфман Индейский бегун И какой-то пароль 0473 Вот эти сейчас действия Это необязательные действия Для того, чтобы пройти игру Так Что здесь еще интересного Табличка Судя по всему С бильярдным счетом Гарри не обращает на нее Никакого внимания Так Главное здесь Не упустить ничего Дело в том, что Еще особенность У Сайлент Хилла первого Если вы Допустим Не прочитаете Какие-то записки Либо не Узнаете Какую-то дополнительную Информацию То потом Вы не сможете Прочитать другие книги И Полноценно Разобраться В сюжете Так Здесь у нас Целых две Настойки Так Что у нас здесь еще есть Сохранение Бильярдные Так Ну здесь похоже Больше ничего нет Давайте еще Сделаю небольшой Круг почета Так Да Здесь похоже Больше ничего Нет Ну нам дали Подсказку Нам нужно Отправляться В индейского Бегуна Именно Оттуда Был чек С неким паролем Так Лучше сразу Бежать Что-то здесь Тупик Где-то Здоровый Гамадрил Тут еще Лучше Выключат Свет Аааа Нет Нет Пусти Нет Чертов Изращенец Я на это Не подписывался Черт По-моему Мне это не помогает Они все равно Меня чувствуют А теперь Я не могу Смотреть даже Карту Так Индейский Бегун Где-то здесь Вау 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 Блин Тут чертова Дверь с паролем Ребят Вы не против Так 0473 Да Черт Это очень важно Потому что Я сейчас Если Сволочь Что за Нахрен Я Выключил Свет Чтоб Вы не видели Этого Всего Да Какой же Здесь Беспорядок Похоже Кто-то Отсюда В спешке Переезжал Патроны От винтовки Здесь Шкафчик Хотите Открыть Ключ Наркотики Да Друг Мой Это Наркотики Кто-то Хранил Здесь Наркотики Так Здесь У нас Бутылка И Красная Книжечка Двадцатая Августа Он Приходил Сегодня Отдал Ему Пакет Который Мне Оставила Та Женщина Двенадцато Сентября Он Появлялся И у Нормана Не Хочу Я Больше Встревать В Их Дела Мне Становится Страшно Даже Больше Чем Раньше Думал Не уехать Ли Из Города Нет Я Боюсь Того Что Может Случиться Если Я Попытаюсь Да Похоже Здесь В этом Магазинчике Работал Некий Посредник У Тех Кто Занимался Наркотой Женщина Оставила Пакет Какой-то Мужчина Его Забрал Хм Три Буханки Хлеба Три Пакета Молока Две Дюжины Яиц Доставлять К задней Двери Каждый День К 8 00 Код Цифрового Замка 0886 Норман Янг Нас запомнить 0886 Там чья-то Фотография Висит Но Но Гарри Не хочет На него Смотреть Так Здесь Вроде Все Фредди 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 Икс Так Разброс Сана Туалетная Бумага Так Что-то Мне не нравится То, что Меня ждет За этой Дверью Что у нас Со здоровьем Все окей Итак 0886 К задней Двери Сюда В мотель Нужен Нужен Мотель Бежит Бежит По моему Душу Черт Кажется Здесь Завал Я не Гадал Да Как Как Ты Посмел За Руку Меня Сватил Так Но Это Вроде Было Не Очень Болезненно Уйдем Я Я Справал Так Дайте Посмотрим Как Туда Пройти Так Это Мне Надо Выбежать Отсюда Выбежать За Так Еще раз Карту Да Кажется Я Правильно Модель Должен Быть Где-то С Этой Стороны Черт Здесь Кто-то Есть Так Я Уже Рядом Вот У нас Задняя Дверь Так 0 8 8 6 Откройте Откройте Я Принес Вам Немножко Так Что у нас Здесь Магнит Окей На стене Налеплен Какой-то Плакат У меня Нет Времени Его Разглядывать Да Вполне Неплохой Плакат Мотоцикл Что у нас Здесь Мотоцикл Патроны Для Дробовика Так Ну давай Забирай Бутылку Что ты Скажешь По поводу Этой Железной Раковины Ничего По поводу Мотоцикла Старый Мотоцикл Похоже Он здесь Пылится Уже не один год Странно Вокруг крышки Бензобака Пыль Вытерта Старый Мотоцикл Мы не можем Открыть Крышку Так Что у нас На столе Газета На ней То же число Что и на той В госпитале Следствие Приостановлено Торговцы Питиви Все еще На свободе Подозрительные Смерти Все множатся Вслед за Объявившим Войну Наркотиком Мэром Точно Такой же Смертью От сердечного Приступа Погибает Офицер Наркополиции Питиви Именно эта статья Была вырезана В той самой Газете В госпитале Наркотик Питиви Так Интересно Наверху Шкафчика Стоит Радиоприемник Не работает Сломан Наверное Возможно Просто Электричество Не отгоряет Здесь тоже Нет электричества Отлично Так Здесь можно Сохраниться Мотель Так Ничего особенного Книга Для регистрации Постояльцев Ничего интересного В ней нет Так Автомат Торговый автомат Давным-давно Не работает Так Так Стоп Это выход Давайте посмотрим Здесь возможно Еще кое-что Есть Здесь тоже Кто-то Вел дневник 10 сентября Принес Какой-то Сверток Велел Ненадолго Припрятать Не хочу С ним Связываться Но Боюсь Ему Перечить Он Наверняка Связан Со Смертью Мэра И Остальных Да С кем Они все Так боялись Связываться Что Они тут Все Хранили Так Ну Вроде Все Здесь Мы Все Прочитали Все Посмотрели Теперь Открыто Так И мы Попадаем В Главный Двор Отеля Так Нам Нужна Кумната Под номером 3 Судя По Шильдику На ключе Это Номер Кауфмана Что У нас Здесь Да Как обычно Все Самое Интересное Спрятано За шкафами Щель Между Половицами В ней Что-то Поблескивает Щель Слишком Узка Чтобы Я мог Просунуть Руку Так Но у нас Есть Заветный Магнит Длинный Тонкий Магнит С привязанной Ниткой Я нашел Его В офисе Мотеля Как будто Специально Был Создан Для того Что Заставать Этот ключ Возможно Так Оно И было Я достал Ключ От Мотоцикла Хорошо Припрятали Наверное Хотели Спрятать Что-то Очень Ценное Внутри Никого Да Было бы Удильное Если там Кто-то Был бы Так Здесь у нас Настойка Так Что Здесь у нас Да Очень Маленькая Комната Конечно Да Здесь Больше Ничего Нет Ну что ж Пойдемте Посмотрим Что же там В этом Мотоцикле Спрятано Так Карри Я уже Потерял Проход Так Мотоцикл По-моему Здесь Старый Мотоцикл Так Стой 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 Ключ От Старого Мотоцикла Зачем-то Спрятанный Под Половицами В комнате Мотеля Маленькая Склянка С узким Горлышком Завернутая В полиэтилен Что Это Напоминает Разбитую Склянку Что я Нашел В кабинете Директора В госпитале Отдай-ка Эту штуку Что это Не твое дело Чем таскать у людей Что плохо лежит Поискал бы выход Из города Вместо того Чтобы шастать без дела По чужим гаражам Тебе чего надо Жить надоело Брысь отсюда Ладно Ладно Доктор Не волнуйтесь Если не хочешь Помереть преждевременно Займись Коделом Ясно Этот доктор Наверняка Связан с местными Наркодельцами Боже Как он разозлился Просто таки Пар из ноздрей Пошел В склянке Наверное И была Какая-нибудь Наркота В любом случае Мне незачем В это встревать На карте Жизнь моей дочери Я ее единственная Надежда Думаю Я просто потерял На этом время Надо поторопиться Я нужен Шерил Ну и на этом Ребят Мы заканчиваем Серия и так Получилась Достаточно Длинная Да Я стараюсь Как можно Быстрее Закончить Первую часть Саундхил Но С вами был Голодный Всем до скорых встреч И пока-пока Субтитры